Второй год подряд учащиеся средней школы номер 7 Мария Усанова и Тимофей Ануров становятся финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». В 2021-м талантливые ребята представили на суд жюри свои новые идеи по самым актуальным направлениям развития современного общества. Они вышли на этот проект со своими проектами, которые произвели очень хорошее впечатление. Я их действительно смотрела. Детки очень умные. И я очень рада за то, что они вышли в финал, поедут в Артек, где представят нашу школу, наверное, свои фамилии и Ленинский городской округ. Ученица 10-го А-класса Маша Усанова придумала и запустила образовательный чат-бот с интригующим названием «Сейчас научу». Любой желающий может воспользоваться программой для поиска интересующей информации по разным категориям и в результате получить список информационных ресурсов по теме. Данный проект, образовательный чат-бот, показался мне наиболее интересным и близким, потому что моя мама работает учителем. И мне показалось, что такой проект может помочь учителям и ученикам расширить, наверное, образовательную систему, чтобы ученики могли узнавать что-то новое самостоятельно, чтобы это было удобно. В прошлом году Маша уже была победителем всероссийского конкурса, но решила не останавливаться на достигнутом результате и снова стать участницей масштабного проекта. Рассказывает, что ее новая программа уже набирает популярность. Я делала этот чат-бот для учеников, то есть в основном для своих ровесников. И, соответственно, мне казалось, что какое-то длинное пафосное название, образовательный чат-бот, который поможет вам, это долго и это непонятно. А когда чат-бот говорит вам, сейчас научу, ну, тут вопросов не остается. Тимофей Ануров предложил на конкурс экологический проект. Программа привлекла внимание жюри своим нестандартным маркетинговым ходом. Ребята придумали компьютерную игру в жанре визуальной новеллы, где главному герою, чтобы спасти планету от недостатка чистой воды, надо вычистить семь океанов. Будь у меня выбор, я бы выбрал что-то более практичное и интересное, с моей точки зрения. Как-никак экология очень узконаправленная. И когда мы с умными лицами придумывали велосипеды, мне кажется, мы были не очень компетентны в этом вопросе. Как-никак это прерогатива профессиональных экологов. Имена победителей будут известны уже скоро. Но независимо от результатов, все участники проведут в Артеке незабываемую смену. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.